Рабочая поездка в Никольский сельсовет началась с осмотра учреждения образования. Глава администрации района лично убедился, что подготовка к началу учебного года проведена хорошая. В детском саду благодаря программе «Реальные дела» обновлена уличная игровая зона для малышей. Спортивное оборудование, малые архитектурные формы именно для игровых площадок. Это для детей предназначено старшей группы, и для младшей группы там тоже три элемента малых архитектурных форм. Для обеих групп рассчитаны. Хорошо, давно этот вопрос мы ставили, острый вопрос, как раз вот сейчас решили. Также при поддержке родителей реализуется проект «Атайсал». По «Атайсалу» какую работу здесь? Мы тесно работали с родителями, и в этом году по программе «Атайсал» мы обновили стенды. Стенды, конечно, небольшие, зато нужные, необходимые. В школе также ведется работа в рамках программ господдержки нацпроекта образования, за счет чего идет обновление материальной технической базы. Жители села и тут не остаются в стороне и принимают участие в проекте «Атайсал». Их след добрых дел документируется в альбомах, которые хранятся в школьных музеях. Альбом, вот он примерно такой же, как книга почета, только здесь вот как бы немножко другие обозначенные названия. А в принципе формат вот примерно такой. И можно будет как раз вписывать. Главный человек, чтобы был обозначен, чтобы потом жители подходили, этот альбом в Краснокамском районе только вот этот проект придуман у нас, для того, чтобы люди видели, что их добрые дела остаются на память и в музее, и для других жителей, чтобы это был пример. В рамках рабочей поездки команда администрации Краснокамского района посетила сельхозпредприятие «Заря», которое в этом году возглавил новый председатель Виталий Александров. Людей хватает для того, чтобы работать? На сегодняшний день, да, хватает. А вас зовут хватает, и механизаторы местные молодые пришли, ну хватает. Ну вот это вот самое главное сейчас, потому что кадровый потенциал, чтобы был, не в всех хозяйствах это есть. Вот то, что у вас есть люди, которые могут и отремонтировать, и потом уже уборкой заниматься, это вот самое главное. Также рабочие поездки не обойдутся без общения с самими жителями и обсуждения насущных вопросов. Жители обозначили главе самый актуальный на сегодняшний день для них вопрос «Газификация села». Мы обратимся письмом в Уфу, в газсервис, для того, чтобы включили в план газификации ваш населенный полк. Они сразу напишут нам ответ. Ответ будет такой, здравствуйте. Ответ будет такой, сколько домовладений подключится. Сельсовет давайте газовиков вытаскиваете, по людям пускай пройдут, обследуют. И потом с результатами уже подойдете в администрацию, мы уже будем выходить на Уфу. Ну да, поэтапно это все сделайте, и уже чтобы можно было вопросы эти все решать. В общем, главный вопрос – газ. Один единственный. Больше нет вопросов. Больше проблем нет. Далее встреча продолжилась в многофункциональном сельском доме культуры, где в этом году открылся центр общения для старшего поколения. Завершилась рабочая поездка итоговым совещанием. Перед жителями выступил глава сельсовета Денис Сапаев. Очень большая плановая работа ведется на территории нашего сельского поселения. Введенный главой района Горбачевым Алексеем Александровичем с прошлого года новый комплекс и метод работы на сегодняшний период дает значимый результат во всех отраслях и направлениях развития сельского поселения. На проводимых угловой района круглых столах по вопросам развития сельских поселений и в индивидуальном порядке рассматривается каждый наболевший проблемой вопросов наших жителей. И вся информация доводится до работников и специалистов отделов администрации муниципального района для принятия в работу. Положительные результаты в работе достигнуты также благодаря поддержке правительства Республики Башкортостан, администрации муниципального района, Краснокамский район, тесного взаимодействия с депутатским корпусом, руководителями предприятий, организаций, упорному труду и инициативе наших жителей. Своё неравнодушие к родному краю жители активно доказывают в реализации проектов в рамках АТАЙСАЛ. Неденежный вклад со стороны населения при изготовлении хозинвентаря и уборке растительности. Значит, это деревня Кувакина, значит, благодаря старости Николая НПО. Также большой вклад, значит, носят наши старосты. Это староста Алнбекова, Львово-Эфициальная села Никольская, значит, где обустраивали участки бесхозные, устанавливали забор в деревне Опасево. Значит, Марков Валерий Михайлович своим трудом, так скажем, производит покостровы. И при поддержке депутата Михаила Ивановича Михайловича, значит, занимается постоянно субботниками в деревне, также и на территории кладбища. Активисты сельского поселения получили благодарственные письма из рук главы администрации Краснокамского района. С начала специальной военной операции сельсовет также не оставляет без внимания поддержку своих земляков, находящихся на передовой, и их семей. Алексей Горбачев вручил участнику СВО благодарственное письмо и подарок. Данные рабочие поездки проходят в рамках комплексного плана развития Краснокамского района, внедренного главой администрации в апреле прошлого года. Разработана своя программа работы по каждому населённому пункту, начиная с индивидуального строительства жилья, отсыпки дорог, вопросов, связанных с обеспечением вывоза мусора, благоустройства и других вопросов. Конечно, обязательной строкой была поддержка образования, культуры, медицины, ветеранской организации. В ходе итогового собрания были озвучены доклады о социально-экономическом развитии района во всех сферах. Большая работа ведётся по ремонту дорог. Проведена оценка технического состояния автомобильных дорог. Завершён ямочный ремонт по улице Интернациональная и части улицы Ленина в Никольском. В деревне Кувакина на сумму более 1 миллиона рублей защебенили улицы Новая и Набережная. Планируется также провести щебенение по улице Мира и в деревне Ведресева. На сегодняшний день подготовлена сметная документация. Не остаётся без внимания и социальная сфера. Краснокамская центральная района больницы оказывает первичную медико-санитарную помощь населению Краснокамского района двумя поликлиническими отделениями на 500 посещений. В смену двумя станционарными отделениями на 105 коек, дневным станционаром на 63 коеки, двумя отделениями врача общей практики и 32 ФАПа. В рамках национальных проектов здравоохранения и демографии в районе реализуются региональные проекты развития, системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьба с онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры и оказание медицинской помощи детям, модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации, укрепление общественного здоровья и другие проекты. Основная цель рабочих поездок – актуализация комплексного плана с учётом уже решённых задач, также обозначить имеющиеся вопросы и совместно решать их, подключая всех специалистов и руководителей предприятий и организаций. И эта работа продолжается.